Добрый день, уважаемые инвесторы! Сегодня мы скажем про те позитивные почки, которые вновь расцвели на древе рискового класса активов. Вообще, в целом, посмотрим, каков сейчас аппетит инвесторов к риску и посмотрим на локальную отечественную валюту, рубль, каковы его перспективы на сегодняшний день и чего нам ждать от следующей недели. Обо всем по порядку. Как мы видим вчера, инвесторы вновь довольно-таки лояльно относились к рисковым классам активов. Сейчас все-таки большая часть рынка верит в то, что Греция получит очередной транш финансовой помощи. Соответственно, и вопрос сейчас разрешится на текущем этапе благоприятно для страны страдальца. Конечно, это не отменяет всех структурных проблем еврозоны, однако вот обезвреживание данного детонатора, оно поспособствует, соответственно, улучшению в ближайшей перспективе отношения к рисковому классу активов. Вчера наибольший бонус как раз получили индикативные 10-летние облигации Греции, которая сейчас является основным маркет-мейкером текущего информационного фона по рисковым классам активов. Вчера доходность ее бондов опускалась в ходе торгов до минимальной отметки с момента реструктуризации долгой страны в марте текущего года. В итоге доходность закрыла день на отметке 16,21% годовых и снизилась на 38 байсных пунктов. Участники торгов также довольно-таки лояльно относились и к испанским, и к итальянским бумагам. Испанские, соответственно, банды снизились доходности на 5 байсных пунктов, итальянские на 6 байсных пунктов. Отметим, что и вчера Испания предложила целый спектр бумаг на аукционных по размещению своих гособлигаций с погашениями в 2015, 2017 и 2012 годах. Бумаг удалось продать на 3,88 млрд евро, что превысило верхнюю границу плана по привлечению. В ходе аукционов стоимость заимствований для страны также снизилась. Довольно уверенно на таком уровне аппетита инвесторов к риску смотрится и отечественная валюта. Вчера рубль смог сохранить свое преимущество к доллару США, курс доллара даже немного снизился на 2,8 копейки до уровня 31 рубля и 15 копеек. Конечно, не обошлось при этом при росте курса евро, который идет вслед за такой наступательной кампанией евро против доллара на рынке Форекс. Соответственно, и евро также получает силы и на отечественных валютных торгах против рубля. Вчера вот курс, соответственно, евро вырос на 10,5 копеек до уровня 40, соответственно, рублей и 12 копеек. Что касается сегодняшнего дня, то сильной волатильности мы сегодня не ожидаем. В принципе, сегодня вот уже находится это подтверждение. Курс валют пока изменяется незначительно. Доллар снижается на 3 копейки, евро прибавляет, соответственно, 1 копейку. В целом это обусловлено тем, что на рынках пока воцарился такой относительный штиль. Например, нефть зависла в узком диапазоне на уровне 110 долларов и 30 центов, снижается всего на 0,05%. Пара евро-доллара на рынке Форекс сегодня также не демонстрирует пока выраженной динамики. Прибавляет всего 0,01%. Торгуется на уровне 1 доллар, точнее 1,2885. И что касается рынка капитала, в принципе, фьючерсы на ключевые американские индексы прибавляют в утренней часы в районе 0,05-0,15%. В целом рынки капитала российские чувствуют себя неплохо. Фьючерс индекс ММОБ. Соответственно, РТС они прибавляют в районе 0,40-0,45%. То есть, в принципе, сегодня все понимают, что в Штатах в связи с праздниками сегодня будет усеченный торговый день. Пока на рынки каких-то таких вот сверхновостей не приходило. То есть, это и обуславливает то, что волосинец пока она небольшая, скорее всего, она сохранится. Вот на следующей неделе уже у рубля могут появиться более весомые аргументы, которые будут говорить в большей степени за его укрепление. Во-первых, это и макрофакторы. По Греции должно быть уже окончательное решение в начале недели, соответственно. А также в самую, что ни на есть, активную фазу войдет налоговый период, соответственно, на локальной арене, что будет подмывать в наибольшей степени почву под ногами банковской ликвидности. И, соответственно, это будет оказывать дополнительную поддержку российскому рублю. То есть, в целом, пока вот на текущих уровнях нефти, отношении инвесторов к риску и локальных факторах, рубль может неплохо провить себя на следующей неделе. Что касается рынка локальных облигаций, то вчера, рано как и день в предыдущий, наибольшие бонусы получили, конечно, госбумаги. Опять-таки, здесь индекс госбумаг ценовой, который рассчитывается ММВБ, РГБИ снизился, точнее, вырос вчера еще на 0,27%, днем ранее рост составил 0,5%, соответственно, процента. Госбумаги, они удачно сейчас смотрятся, так как и нефть сохраняется на высоком уровне, и аппетит к риску, опять-таки. И также есть идея скорой либерализации, которая также сказывается, конечно, на рынке. Придавая дополнительные бонусы. То есть после Нового года уже планируется окончательно снять такой железный занавес и допустить Евроклир, дав прямой доступ к торгам локальным облигациями. Корпоративные банды вчера также улучшили свою динамику. Сегодня, в принципе, и те, и другие бумаги могут продолжить на текущий день умеренным ростом. В принципе, пока еще рынок свободно дышит от налоговых платежей, то есть основной пик будет на следующую неделю, а на текущей неделе пока выплат нету, соответственно, бумаги пользуются. В целом отсутствием необходимости производить выплаты и хорошим внешним фоном. Это основные советы, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем хороших выходных. До свидания.